Давайте вы сначала мне покажете то, что вы умеете играть. Слушайте, вы играете намного лучше, чем все мои ученики, которые были выпускниками школы, если честно. Что, ну думаю, я тебе не учитель. Канал у вас классный, Попов Николай. А уже знаете, да? Конечно. Всем привет, я гитарист группы The Light 3 и играю на гитаре 21 год. И это новое мое видео, где я звоню преподавателям и беру у них уроки по гитаре. При этом новичком не претворяюсь, а сразу показываю им свои навыки. Перед просмотром не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать любой комментарий. 2000 лайков и выйдет следующая часть. Давайте уже добьем 20 тысяч подписчиков. Также вы часто спрашиваете меня, какую гитару выбрать для новичка. То я вам советую вначале приобрести классическую гитару. Так как на ней мягкие нейлоновые струны, от которых не так сильно будут болеть пальцы, чем от других видов струн. А также на ней широкий гриф, на котором легче будет не задевать соседние струны при игре. По моему мнению, лучшая классическая гитара для начинающего это Yamaha C40. На сайте e-каталог мы видим, что цена стартует от 9 990 рублей. Также мы можем посмотреть динамику цен и тут видим, что полгода назад она стоила на тысячу дешевле. Гитаре советую прикупить струны, чехол и каподастер. И струн мои любимые это DADARIO и SAVARES. Но если вдруг у вас очень огромное желание играть именно на акустической гитаре с металлическими струнами. И не хотите тратить время на классическую гитару. То в этом случае я разрешаю своим ученикам покупать именно акустику. Главное после покупки отнести гитару мастеру, чтобы он опустил струны как можно ниже, чтобы было удобно играть. Из акустических гитар лучшая бюджетная гитара это Yamaha F310. Ее можно найти от 12 тысяч рублей. Но если позволяет бюджет, то в общем можно найти много хороших гитар от 20 тысяч рублей разных брендов. Таких как Baton Rouge, Lag, Chord, Fender, Martinez и так далее. Почти все существующие бренды гитар, описания, характеристики и отзывы вы можете посмотреть на Е-каталоге. Ссылку я оставлю в описании. И кстати у Е-каталога прямые ссылки на магазины и не делает никаких наценок. Вы просто видите все предложения и покупаете там где вам удобно. И при этом можно хорошо сэкономить если сравнить цены. Николай, да? Да. Меня Алилия зовут, очень приятно. Давайте вы сначала мне покажете то, что вы умеете играть. Ну что-то там вы пытались вроде сами. А на гитаре какой у меня вот есть две гитары, ну с железными и с нейлоновыми струнами? Я честно говоря люблю нейлон, я люблю классику. Классику прям музыку классическую получается? Нет, 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 гитары именно классическую я люблю. Ну я немножко играл и на классике, и на акустике. Может покажу на акустике чуть и на классике могу. Ну хорошо, давайте. Я три месяца играю на гитаре и выучил такие вот простенькие вот. Сейчас. Вот одна из песен. Вообще у вас и так все клево, на самом деле. Или там вот, вот это, например. У вас очень хорошо поставлена рука, по крайней мере правую, то что я вижу. Вы где-то на курсах у кого-то были? Не, я не занимался на курсах. Так, YouTube смотрел, и брат у меня играет на гитаре. Ну чаще всего самоучки, они лучше всего и играть на самом деле. У них вот рвение такое идёт. А те, кого заставляют, у них, конечно, похуже и дольше в процессе идёт. Ну могу на классике показать? Давайте. На классике я смотрел именно... Ну классическую немножко музыку. Ну классическую, наверное, уже слишком простую. Слушайте, вы играете намного лучше, чем все мои ученики, которые были выпускниками школы. Если честно. Ну я ещё начал немножко Баха учить. Могу показать чуть-чуть. Давайте. Ну вот. Изумительно. У вас даже растяжка очень хорошая, беглость пальцев, всё отлично. Я не знаю, что вы ко мне пришли-то. Ну может быть дальше вот эту песню доучить? Нет, это уже не ко мне. Это вам надо именно конкретно преподавателю, который занимается классической музыкой. Желательно, чтобы он был где-нибудь в консерватории, работал. То есть моя база, она идёт. От классики я ушла, я поэтому уволилась со школы, потому что, ну, надоело мне это. Я больше по аккордам, больше для конкретно начинающих. Вот. А вам я советую именно найти хорошего преподавателя, ну, уже более высших ступеней, скажем так. Училище, академия. Вы же в Москве? А я в Москве как раз-таки учился в академии. Я так и поняла. Раз уже. Всё, для Ютуба что-то записываешь. Да-да, я пранки записываю, да, на Ютуб. Ссылочку на Ютуб скинешь? Да, могу скинуть. А я, кстати, видел, вот у тебя тоже есть Ютуб, правильно? Я смотрел даже немножко ролики. Он такой любительский. Проверьте ещё кого-нибудь сухую, мне было бы интересно посмотреть. Да, я уже пробовал, у меня уже как бы есть похожие ролики. Так, ну, давайте переведу за урок. Да, не надо, не надо. Я честный препод. Правда, не надо. Друзья, хочу порекомендовать канал моего очень талантливого ученика Максима, у которого абсолютный слух. И он так же, как и я, снимает реакции в чат-рулетке. Также Максим, кроме гитары, очень круто владеет игрой на пианино и может сыграть любую песню. Вот несколько фрагментов из его видео. Ну-ка, сыграй. У меня ты молодец. Так что подписывайтесь на канал моего ученика Макс Стример, посмотрите и пролайкайте его новые видео и можете написать в комментариях, что вы от Николая Попова. Ссылка на его канал в описании. Так, Николай, здравствуйте. Вас не слышно пока что еще. Так, здравствуйте, да. Так, вот так вот получше слышно. Слушайте, я думаю, можно сразу перейти на ты, потому что, я так понимаю, в возрасте у нас разница не особо большая, если, конечно, мы не против. Да. Сколько вам лет, Николаев? Мне 27, а тебе сколько? Ну, а мне 21, поэтому... Я так понимаю, будем на аккордах, правильно, играть? Да нет, я уже как бы играл немножко. Слушай, ты мне показываешь, что ты вообще умеешь. Я хочу дать такой, ну, небольшой, скажем так, от себя лайфхак, совет, которым я постоянно пользуюсь. Перед тем, как берешь в руки гитару, нужно немножко смачивать струны вот в этом месте, именно где находится резонанс на антверсии. Ну, в принципе, не важно, чем ты это будешь делать, я, допустим, это сменяемо делал. Ну, если как бы тебе, допустим, это как-то, ну, скажем так, не очень, то можно, в принципе, водой. Это как бы зачем делается? Для того, чтобы было звучание гитары лучше, вот, чтобы она играла звонче, соответственно. И второй момент касаемо пальцев. То есть первое время пальцы будут немного спираться, да, там мозоли появляются на пальцах, на подушечках именно. Вот, в этом плане, типа, полезный лайфхак. Так и мне сейчас смачивать, по-моему, или как? Я думаю, почему нет, я думаю, очень, ну, можно просто с линями, я просто уже смачил, поэтому я уже делать не буду. В принципе, просто с линями обычно, вот здесь вот чуть-чуть, не нужно много, прямо там, буквально немного. Ну, сейчас. Ну, вот, сейчас попробую. Так вот, ну, мне аккордами играть или перебором? Что умеешь, показывай. Ну, я умею и аккордами, и перебором. Ну, видишь, что звук, как бы, он более такой ярко выраженный идет. Ну, я могу попробовать начало вот этой мелодии сыграть. Попробовать? Да-да, конечно, давай я слушаю внимательно. Музыка. 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 Ну, вот, отрывочек. Слушай, для начинающего это прям очень хороший уровень. Очень неплохо. Очень неплохо. А что еще можешь сыграть? Ну, аккорды знаю, там, вот, обычные, там, А, М. Ну, там, Ф вот эти вот все. Наверное, еще и Испанский бой практиковал. Испанский бой? Да нет, Испанский бой как раз-таки не особо практиковал. Фингерстайлом практиковал немножко, играл. В GTA San Andreas могу сыграть. Ну-ка. Интересно, послушай давай. Испанский бой. Слушай, ну, думаю, я тебе не учитель. В этом плане, я думаю, я у самого очень высокий уровень, и я тебе ничем помочь, наверное, не смогу. Вот. Очень-очень круто. Класс. Так, понял. Ну, на классике могу еще играть. С удовольствием послушаю. Ну, аплодируйте. Я скажу тебе честно, я тебя раскусил еще вчера. Еще когда? Ты мне когда свой WhatsApp скинул, я тебя сразу раскусил. У меня уже был такой похожий случай, может, ты видел у меня на канале, меня вот так, примерно в таком стиле разыгрывали уже. Ну, заранее подписчиков говорю, что с матчей у струны не надо. Я надеюсь, ты оставишь в описании ссылку на мой YouTube-канал, потому что у меня тоже, я веду канал, но сейчас там пока только два видео, и то они никак не связаны с гитарой абсолютно. Но скоро время я уже хочу и... Здравствуйте. Ну, вы писали мне, что вы сою разбирали, да? Играл пачку сигарет и кукушку. Можете показать, продемонстрировать? Да, пачку сигарет могу сейчас попробовать сыграть. Давайте. Я больше по сбивкам, по... А, а я думал, вот мы будем что-то фингерстайлом проходить. Ну, так я из-за чего в объявлении говорил, что фингерстайл это не ко мне, я прям чётко встал. А, ну я чё-то не прочитал, видимо. Ну, я ещё вот кукушку пробовал тоже играть, но я только вот и так вот, получается. Ну, и чему бы вы хотели научиться? Ну, я не знаю, может, там ещё что-нибудь. Нет? Перемен ещё. Перемен? А, перемен я вот пробовал аккордами как раз-таки играть чуть-чуть. Давайте. Ну, я её совершенно по-другому играю чуть-чуть. Ой. Ну, я её совершенно по-другому играю. Ну, кру-круто, кстати, круто-круто. По вашей игре видно, что вы ни один, ни два года играете. Ну, где-то так, года два играю. У вас хорошая постановка рук. Очень хорошая. Я из-за чего и писал, что я по аккордам, по переборам постой. Ну, да-да-да-да. Я говорю, вы не два года вы учитесь. Ну, я на пианино играл просто. Ну, а пианино, да, я там играл всякие вот эти вещи. Ну, вот всё, что на фортепиано. Или там вот эту играл. Вот эту ещё играл. Ну, в основном на фоно. И вы говорите, два года учились играть? Ну, я просто, у меня слух хороший. Я могу легко на гитару перенести. Из аккордов я только играл, наверное, вот это вот. Ну, вы играете аккордами далеко не на два года. То есть люди, которые играют два года, то есть многие те, кто играют два года, они не могут перемещаться свободно по грифу и играть чисто с аккордами, которые, то есть, вот так вот, не глядя в гитару, тем более. А сколько вы думаете, я играю? Двадцать лет. Двадцать лет? Почему? Уж очень профессионально играете. Ну, я двадцать один играю. Ну, вот, я был близок. Я на самом деле ролики снимаю на YouTube. Канал у вас классный, Попов Никита. Николай. А уже знаете, да? Конечно. С самого начала? Смотрел, получается? Я как-то... Ну, буквально пару дней назад, да. А я пробовал гитарный контент снимать, у меня... У меня 350 подписчиков, не знаю. И все. То есть и все. Ну, никому не... Потому что я пытался что-то кавер какие-то снимать, никому это не нужно. Так, ну, рассказывайте. Ну, я играю какие-то песенки легкие. Можете показать, что умеете играть? А что бы хотелось? Там, можете там, боем сыграть? Да. Да. Ну, основные аккорды получаются. А что хотелось бы выучить? Ну, какие-то переборы там, что-нибудь такое. Переборы. Ну, например, вот... Например, вот это вот красиво звучит. Ну, я не играл вот эту песню. Но я могу попробовать ее так, чуть-чуть. На слух. Да, попробовать чуть. Да. Лихо. Если на слух получается, то можно ее выучить? Или еще какие-то другие хочется? Да, наверное, что-то можно посложнее, да. Но я так, не в точности же подобрал так. Ну, это понятно. Да, да. Выгод неправильно. Но... Круто. Но еще могу там... Макс Корш, я не помню, как он называется. Вот это. Ну, короче, вот так. Что-то типа того. Может быть, круто на самом деле это звучит. Так. Я скажу только вот, играл другую песню, вот. Мотылек. Ну, вот. А у тебя точно проблемы с игрой? Что-то было странно. Почему это такой человек написал, когда он может это так играть? Это странно. Я видел, ты еще играешь на авито «Токийский гуль». Хотел бы его попробовать. Точнее, я уже немножко учил, но хотел бы там продолжить. А, ну... Я, конечно, правда, давно не играл. Две недели, но... Короче, попробую. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, типа того. А, дальше там, кстати, будет... Просто. Я, походу, в ютубе, да? Ну, я на пранкера попал или нет? Или это просто опытный человек, я не знаю. Ну, да, да, это на самом деле записываю сейчас пранк. Ну, что там, раз мой бесплатное объявление там было, все дела, может, ты ссылку на ютуб сделаешь в новом ролике. У тебя тоже, да, этот канал? Да, но там очень мало подписчиков. Ну, я просто не занимаюсь этим пранком. И у меня чисто обучающие ролики. То есть у меня нет какого-то шума. Ну, круто. У меня часто как раз подписчики просят обучающие ролики. Канал как называется? Как играть на гитаре Кузьменко Никит. Ну, хорошо. Ссылка в описании будет. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подписывайся на канал и отправляй это видео друзьям. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok